В таких постоянно меняющихся условиях в белорусской армии важно быть способны отразить атаки неприятеля. Завершающим этапом комплексной проверки боеготовности для военнослужащих запаса стало бригадное тактическое учение с боевой стрельбой. За маневрами на Осиповичском полигоне наблюдал Владимир Королев. Главной целью проверки боеготовности определение способности белорусской армии выполнять задачи в условиях быстро меняющейся обстановки. Экзаменом выступают тактические бригадные учения. Особый вопрос уделяется сохранению живучести подразделений в ходе нанесения ударов средств воздушного нападения условного противника. Для этого военнослужащие прошли подготовку, боевое слаживание, обучились и восстановили навыки по воинской специальности. Большинство из тех, кто сегодня был на полигоне, военно обязаны и призваны из запаса. Их готовили инструкторы вооруженных сил, прошедшие обучение в России с учетом современного опыта ведения боевых действий. Многие тактики и вводные как раз и выработаны в реальных боевых условиях последних лет. В роли экзаменаторов специалисты Министерства обороны. И если для военнослужащих учение завершено, то для военных экспертов начинается глубокий анализ маневров и тактик, которые внедряли специалисты. На основе проведенного анализа по итогам учений мы видим те недостатки, недоработки, те особенности, на которые необходимо обратить внимание в последующей подготовке, в методике подготовки личного состава. И эти все итоги, они конечно будут глубоко проанализированы, будут подведены итоги на различных уровнях. И после этого будут отданы соответствующие методические рекомендации и будет нарабатываться в дальнейшем опыт для последующей отработки подобных вопросов. Как в воинских частях и соединениях северо-западного оперативного командования, так я думаю, что и во всех вооруженных силах. После завершения маневров подразделения выдвинутся в пункты постоянной дислокации для обслуживания техники и вооружений постановки на учет, а также торжественных проводов военнослужащих, призванных из запаса. Владимир Королев и Дмитрий Чумак, агентство теленовостей.